Здравствуйте, уважаемые зрители канала Нейромир ТВ! В последние дни всех будоражат новости с финансовых рынков. Что там с долларом, что там с рублем, что там с евро и нефтью? Куда катятся фондовые рынки? Что же происходит в мировой экономике? Как ни в нашей программе «Политэкономика для всех» поговорить об этом и о многом другом. И, как обычно, наш постоянный гость этой программы в студии Валентин Юрьевич Катасонов. Валентин Юрьевич, ну вот, я знаю, вы немножко отдохнулись, ездили, загар такой... Абстрагировался от текущей информации. Да, и вот тут вы приехали, и тут вот это началось. Вообще, ваша точка зрения, это давно назревало или это вот что-то совершенно спонтанное? Да как же, конечно, это долго назревало и, более того, уже перезрело. Уже перезрело, потому что все ждали второй волны финансового кризиса. И если так смотреть, сколько финансовые рынки пребывали в состоянии обычных участников, обычных рынок на подъем, то вообще, конечно, для послевоенного периода это один из немногих рекордов. С 2009 года бычий рынок, то есть все на подъем, да. И даже вот бычий этот тренд длился дольше, чем до первой волны. Чем до первой волны. Но зато сейчас у нас бьются новые рекорды. Вот, например, вчера был установлен новый 119-летний рекорд. На бирже Dow Jones, когда в течение нескольких сессий подряд падал курс, индекс Dow Jones больше, чем на 200 пунктов. То есть последний раз такое было более 119 лет назад. Ну да, да, интересно. Вот такая статистика, то есть это указывает, что все-таки события-то не очень ординарные. Прямо скажем, даже... Ну, где-то его сравнивают даже с событиями октября 29-го года. Вот такие звучат нотки, что это начало вот большого мирового краха. Но тогда Россия, Советский Союз были изолированы от этого. Ну вот в силу, мы говорили о трехконтурной системе и отсутствии прямого обмена, сейчас мы в этом котле вместе со всеми. И финансовые рынки надулись еще больше, чем накануне 2007-го года. Соответственно, глубина падения будет больше. Ну вот сейчас рубль стал уже около 70 рублей за доллар. И это все... Кстати говоря, это тоже рекорд. Это рекорд, я имею в виду котировка 70, свыше 70. Это впервые центробанская котировка за все время существования рубля. Я имею в виду вот в этом номинале. Ну и мы не берем период до девальвации. Да, я имею в виду в нынешнем номинале. Да, в нынешнем номинале, конечно, да. Это тоже рекорд, так что здесь много рекордов было побито. Кстати, когда я ехал в Москву, я отдыхал в Абхазии, ехал я в поезде. Я люблю отдыхать в поезде, можно о чем-то подумать. Взял какие-то газетки, и какая-то там газетка желтоватая была. Там была статья насчет того, что вот, каркают, каркают, что всегда август такой месяц, когда что-то происходит. Газетка была датирована, по-моему, 21 августа. А вот видите, ничего не происходит. А вот не успел я выйти на вокзале в Москве, уже произошло. Так что в этом смысле август действительно очень интересный. Оправдал все. Оправдал, оправдал, да. Ну, понятно, вот это сейчас произошло. Сейчас нас уверяют наши руководители, что подождите чуть-чуть, все вернется на круги своя, и опять будет доллар вам за 30-40, и все будет хорошо. Будет? Да нет, конечно. С какой стати? Потому что, ну, собственно, некоторые версии утверждают, что все это было спровоцировано тем, что китайские власти, вернее, Народный банк Китая, значит, девальвировал юань. И что вот эта девальвация, она якобы спровоцировала вот эту волну. Да, эту волну, совершенно верно. Ну, тут можно спорить или нет, но это просто проявление того, что даже Китай подключился к так называемой валютной войне. Ну, то есть, гонка девальвации, она сейчас как мейнстрим. Конечно. Кто снизит, тот и дольше удержится на рынке. Да, совершенно верно. И, как вы знаете, целый ряд стран провел тоже соответствующие девальвации. Но мы говорим о тех странах, которые проглашают политику валютного курса, так называемый регулируемый валютный курс. Россия непонятно. Она иногда говорит, что немножко регулируемый, иногда, что свободный. Но, тем не менее, вот я считаю, что это может быть тоже некая реакция вот и проявление этой валютной войны. Поэтому там принцип Ниппеля. То есть, валюты могут только падать. Хорошо. Тогда у меня такой вопрос. Значит, уже касающийся наших российских баранов, скажем так. Значит, недавно были опубликованы данные, что в мае Центробанк купил казначейских обязательств США на 5,5 миллиардов долларов. Это было в мае. В июне он еще купил почти на 1,5 миллиарда долларов казначейских бондов США. При этом, откуда он брал доллары? Доллары он брал на нашем внутреннем валютном рынке. То есть, покупал доллары, тем самым опускал курс рубля. Конечно. Вот, но в итоге получилось, что он вывез доллары в Соединенные Штаты. До вас тут у меня был один из блогеров. Он высказал такую версию, что вот надо в короткую осенью Центробанку отдавать кучу долгов. Значит, и вот они решили на этом как бы заработать какой-то там процентик. Но, насколько я понимаю, за три месяца по Бонду там очень мало можно заработать. Вы имеете в виду по американскому Бонду? Да, по Трежересу. Да там практически ничего не заработаешь. Тогда такой вопрос. Зачем наши финансовые власти опускают курс национальной валюты? А это действительно так? Ну, во-первых, наши финансовые власти подыгрывают экспортерам. Во-вторых, они подыгрывают Министерству финансов самим себе, потому что им легче тогда исполнять бюджет. Ну, подождите. Получается, они забрали у нас из наших карманов деньги. У кого-то там лежало 10 тысяч, у кого-то 20, у кого-то, может быть, даже миллион допускают. Хотя... Обокрали все население, да. Они, собственно говоря, борются с инфляцией. Но если так трезво смотреть на ситуацию, то они как раз и раскручивают инфляцию. Потому что обесценение рубля при нынешней вовлеченности России в мировую экономику, в мировую финансовую систему неизбежно превращается в инфляцию. Но рост цен на продовольствие и на товары мы уже видим. Конечно, конечно, да. Поэтому Центральный банк не просто опускает рубль, он еще и подпитывает инфляционный процесс. Ну, смотрите, если цены на товары растут, на продовольствие растут, на услуги растут, а зарплаты по факту не растут, значит, получается что? Получается грабеж населения. Ну, вот раньше пенсия была, условно говоря, 7-10 тысяч рублей. Вот, при долларе 30 рублей, то есть, ну, больше 100 долларов, условно говоря, там 100, 150, 160 долларов. То при долларе 70, это уже что, меньше 100 долларов, это уже 50-60 долларов получается? Я хотел бы вообще сказать, что вот феномен валютной войны, если его перевести на язык социальных категорий, это означает, что небольшая группа компаний, которые работают на экспорт, они получают фактически субсидию от общества. Фактически, ведь за счет чего получается дополнительная конкурентоспособность экспортеров? За счет того, что они получают эту невидимую субсидию от тех компаний, которые не выходят на внешний рынок и от населения. Стоп, но ведь сырьевые компании, они же платят вот эти акцизы, многие из них имеют большую долю капитала российского, и они вынуждены отдавать государству. Не, ну, понятно, но не меняются же процентные ставки по налогам. То есть, они как платили, так и платят, но они платят обесценивающимися рублями. Понимаете, они же платят не в валюте, они платят налоги в рублях. Рубли обесцениваются. Так что, в этом смысле, понимаете, все общество фактически грабится для того, чтобы обогащать небольшую группу компаний, которые работают на экспорте. И что, это может длиться бесконечно? Ну, собственно, вот мы наблюдаем это. Это называется феномен валютной войны. А говорят еще, такая вот фраза, и мне встречалась в интернете, последний хапок, что якобы это вот последний хапок после того, как они начнут убегать, грубо говоря, от ответственности. Ну, вы знаете, конечно, до бесконечности это происходить не может. Вот, и, конечно, сейчас уже все приличия отброшены в сторону, маски сброшены, и они действуют нагло. Они действуют нагло, и только полным идиотам непонятно, что они просто занимаются мародерством, грабежом собственного населения, пытаются, конечно, мародерничать и на внешних рынках. В общем, сейчас беспредел. Беспредел. То есть, главное правило сегодняшних дней, это никаких правил? Никаких правил, да. Быть наглее, как говорил Чубай в свое время. Это лозунг, вот, да, это лозунг мировой финансовой олигархии, хозяев денег. Хорошо. Ну, вот, произошел вот этот обвал. Он уже завершился, или же будут авторшоки, еще какое-то? Вы говорите, обвале рубля или обвале фондовых рынков? И фондовые рынки, и рубль, вот, или вы их связываете? Ну, вообще-то, эти вещи, конечно, связаны. Но я хочу сказать, что все давно уже ждут второй волны финансов в кризис. И вот это только его начало, или это его кульминация? Да это только начало. Конечно, только начало. Что вы, какая кульминация? Это еще цветочки. И, кстати говоря, по-моему, в этой студии, или еще в другой какой-то студии, я говорил о докладе компании McKinsey. Доклад был опубликован в интернете в феврале нынешнего года. Доклад был посвящен анализу мирового долга и долга по отдельным странам. Но самое интересное – это выводы. Выводы заключались в том, что сегодня уже по чисто формальным моментам можно судить, что есть три эпицентра, которые могут дать толчок второй волне финансов в кризис. Это было еще по состоянию на начало 2015 года. Это Америка, это Европа и Китай. Собственно, вот мы сегодня видим, что Китай оказался как бы действительно первой ласточкой. Ну, мы, конечно, говорим, что Европа, говорим Америка, говорим Китай, но фактически это сегменты единого мирового финансового рынка. Если где-то, значит, что-то пошатнулось, где-то что-то обвалилось, то это моментально переходит на другие рынки. И сегодня спорит, а где раньше началось – на американском фондовом рынке или на китайском? И приводит соответствующие данные. Но, с моей точки зрения, это все сообщающиеся сосуды, и вопрос не настолько принципиальный. Потому что, в принципе, это происходит параллельный, синхронный процесс происходит на фондовых рынках и Европы, и Америки, и Китая. Валентин Юрьевич, у меня совершенно такой прагматичный вопрос. Вот все сообщают, сколько триллионов долларов там потеряли на падении в фондовых рынках, сколько миллиардов триллионов потеряли держатели тех или иных активов, рублей, долларов и так далее. Что вот они потеряны. Но у меня всегда возникает вопрос – потери без находок не бывает. Если кто-то потерял, то кто-то нашел. Так вот вопрос. Да, закон сохранения бабла в природе. Значит, кто нашел эти деньги? Кто тот милый самаритянин, который собрал вот эту богатую жатву в триллионы долларов? Кто выиграл? Ну, я этих ребят называю хозяевами денег. Хозяева денег, которые, безусловно, всегда имеют... А зачем им еще деньги, если они их хозяева? Нет, деньги – это инструмент. И, по-моему, даже в этой студии я не раз говорил, что когда реальные богатства будут стянуты, и когда хозяева денег станут и хозяевами мира, то есть я говорю уже о политической власти, то тогда деньги утратят всякий смысл. И мы тогда с вами будем совершенно в другом качестве, в другом состоянии находиться. Деньги – это историческая категория. И когда-то не было, и когда-то не станет. Можно сказать, что деньги – это инструмент происшествия Антихриста? Ну, по сути дела, конечно. По сути дела... То есть под всей этой, вот, казалось бы, экономической, чисто материальной вещи они закладывают что-то такое эсхатологическое? Вот я недаром все время говорю и о духовной стороне вопроса, и о духе. Безусловно, что мы живем в России, в православной стране, но хозяева денег, они ведь тоже в высшей степени религиозные ребята. И, прежде всего, они живут по Каббалю. А Каббала – это вот их понимание духовности. Каббала зародилась давно. Это, будем так говорить, своеобразный бунт в рамках талмудического иудаизма, потому что талмудический иудаизм, он жестко регламентирует деятельность еврея-иудея, он жестко регламентирует ход его мыслей. А там ведь были люди мыслящие, которые говорили нам душно и тесно в рамках Талмуда. И вот они стали создавать свою философию, которая была названа Каббалой. А философия эта основывалась на том, что они оцифровывали закон пророков, они манипулировали, вернее, они комбинировали разные цифры и делали какие-то выводы. Они считали, что на основе исследований этих цифр, чисел, это общество цифрократии, числократии, они познают мир, тайны мира. В какой-то момент времени Каббала, каббалистика трансформировалась, перешло в новое качество. Они сказали, мы хотим не только познавать мир, мы хотим его изменять за счет манипуляции числами, цифрами и символами. Вот смысл, духовный смысл нынешней финансовой системы. Это практическая Каббала. Хорошо. Значит, возвращаемся к нашему кризису. Вот просто мы поймем... Его инициировали вот хозяева денег, каббалисты, для того, чтобы... чтобы что? Для того, чтобы действительно достичь вожделенной цели. Какой? Мировой власти. То есть вы хотите сказать, что окончание кризиса будет сопряжено с установлением мировой власти некой группы, некого лидера? Они себя называют предтечами Машиаха. У православных это называется Антихрист, а у них это называется Машиах. И, безусловно, они понимают, на что они работают. А они в этом смысле... Ну, может, Антихрист и Машиах – это все-таки не одно лицо, а Машиах – это их святой? Нет, святые отцы все говорили. Ну, что вы, это как бы азбука богословия. То есть, безусловно, что они отвергли Христа, они отвергли Мессию, и они ждут лже-Мессию, лже-Машиаха. И для православных людей однозначно и понятно, что речь идет об Антихристе. Все святые отцы об этом писали. То есть вы хотите сказать, что вот этот кризис, который буквально вот на днях начался... Это вторая волна. То есть мы говорим не о начале и завершении второй волны, я не знаю, может быть, это не последняя волна. Но вот когда закончится действительно кризис, а я думаю, что он закончится тогда, когда действительно уже хозяева денег станут хозяевами мира, вот, собственно, тогда и кризис закончится. Потому что деньги, они выполнили свою функцию. И вот все эти финансовые рынки, все эти вот финансовые инструменты, все это исчезнет. Все это исчезнет. А что останется? Что останется? Можно разными словами, разными категориями описывать это состояние общества. Можно читать откровения от Иоанна Богослова. А если языком Маркса и материализма? Можно и Макса, можно и Энгельса, можно Гильфердинга. Гильфердинг, он в своей работе «Финансовый капитал» говорил о том, что банки — это наиболее совершенные институты капитализма начала 20 века. Это век назад говорилось и писалось. И что они со временем приведут к тому, что общество организуется. Так называемая теория организованного капитализма. Между прочим, Ленин даже говорил, что мы не будем вот просто по часу и уничтожать банки. Потому что это институты организации учета и контроля. Не институты, которые там выдают кредиты. Хорошо, а что останется после денег? Заводы, поля? Концлагерь. Концлагерь. То есть... Деньги в концлагере не нужны. Я жестко говорю, но я говорю это жестко, опираясь на работы, повторяю, как богослов, так и людей, которые вроде бы писали политэкономические работы, но на самом деле... Будет надсмотрщиками в этом концлагере. А вот те же самые банки. Институты учета и контроля. Вы же помните, что в откровении от Яна было написано, что на правую руку и начало будет поставлен знак зверя. А знак зверя это микрочипы. Между прочим, специалисты говорят, что это действительно оптимальные точки для того, чтобы вот этот микрочип автономно, без дополнительного питания функционировал. Там какие-то особые температурные режимы. Так что в этом смысле действительно немножко жутковато. Немножко жутковато, особенно для людей, которые только-только соприкасаются вот с этими духовными вещами. И они до конца, может быть, не понимают вот всей логики мирового исторического процесса. Хорошо, а где в этом процессе место России? Вот во всем этом обвале, в этом кризисе мы что, субъект, объект или какая-то другая функция? Вы знаете, я все-таки как православный человек исхожу из того, что, конечно, история развивается по промыслу Божьему. Есть замысел. Собственно, мир, видимый и невидимый мир, создан Богом. Человек, как высшее творение, тоже имеет определенную миссию и так далее, и так далее. И каждая страна, каждое государство тоже имеет свою историческую миссию. Одно дело Греция, другое дело Россия, третье дело, скажем, Америка и так далее. У каждой страны есть своя миссия. В этом смысле Россия, как говорили святые отцы, это удерживающий. Удерживающий, то есть это вот та самая плотина, тот самый, будем так говорить, барьер, который не позволяет антихристу уже сегодня воцариться на нашей земле. Да, мы, конечно, видим, что творится в России, но, тем не менее, все познается в сравнении. Все-таки Россия это действительно оплод. И я не говорю это потому, что я русский, потому что я православный, а потому что весь, будем так говорить, не погибший еще мир, смотрит с надеждой на Россию. Ну, подождите, вот я вернусь к началу нашей беседы. В начале нашей беседы мы говорили о том, что наши финансовые власти действуют в интересах, ну, скажем так, не народа России. Хозяев денег. Хозяев денег. То есть получается, что та плотина, которую вы говорите, сдерживает весь мир, а управляющие что, работают как раз на ту сторону, которая прорывает ее? Понимаете, история устроена таким образом, что Господь попускает вот этим темным силам здесь действительно иногда одерживать победы. Иногда, значит, править людьми. То есть власть, когда апостол говорил, что любая власть от Бога, он имел в виду, что и Бог может попускать власть вот таких вот темных сил, о которых мы говорим сегодня примитивно к России и к миру. Но дело в том, что это вот как весы, понимаете? То есть Бог смотрит на нас и дает нам шанс. Он с нами обращается как с маленькими детьми, понимаете? Как с маленькими детьми. И да, конечно, если вот папа не будет следить за ребенком, то ребенка там могут взрослые дети просто и сколотить, и сколошматить, и даже убить. Но поскольку есть взрослые, то они там дают детям играть для того, чтобы они друг друга не покалечили. Примерно вот так же и здесь. Опять-таки для того, чтобы нас чему-то научить. Вот мы все время говорим слово «кризис», а между прочим, Николай Сербский, святой XX века, который был свидетельным, очевидцем и даже, будем так говорить, жертвой многих катаклизмов XX века, он напоминал, что «кризис» — это слово греческое, означает «суд Божий». Он говорит, задумайтесь над этим, что это суд Божий. Это не просто результат каких-то диспропорций в экономике, это не результат каких-то ошибок финансовой, денежно-кредитной политики. Это вот Господь посылает некие сигналы. Люди, одумайтесь. Если вы одумаетесь, все нормализуется. Хорошо, Валентин Юрьевич, ну вот мы уже говорили в наших программах, мы неоднократно поднимали этот вопрос, и вопрос звучал от зрителей. Зрители задавали такой вопрос, куда вкладывать деньги, как сохранить заработанное с большим трудом. Значит, мы с вами говорили, что лучше вкладывай в то, чем зарабатываешь на жизнь. В общем-то, время показалось, что это правильно. Все-таки вот для тех, кто не успел последовать нашему совету, и у кого сейчас вот, что называется, быстро превращаешься в черепки бумаги на руках, что им делать? Ну, все зависит от того, какая сумма. А если сумма сравнительно большая, то, конечно, надо приобретать недвижимость. Вы думаете, что недвижимость, а золото? Земля? Земля, само собой. Земля – это тоже один из видов недвижимости, да. Я, когда говорил недвижимость, имел в виду и дом, и землю, и квартиру. Но квартира, недвижимость сейчас дешевеет. В Москве, по крайней мере, идет буквально обвал стоимости на недвижимость, как на вторичном рынке, так и на первичном рынке. Плюс ставки по аренде падают. Потому что в Москве в кризис, ну, мягко говоря, делать нечего. Да, вот если речь идет о москвичах, то, конечно, лучше эти деньги потратить на приобретение недвижимости за пределами Московской кольцевой автодороги. Это уже точно. И желательно, ну, все зависит от суммы, и желательно покупать не какие-то роскошные особняки, а прежде всего кусок земли. Где можно посадить что-то. Да, 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 с какими-нибудь сельско-вестными орудиями, с помощью которых можно обрабатывать землю. Вот я бы так сказал. Собственно, я сам это сделал еще лет 10 назад. Хорошо, дальше. У кого небольшие деньги? У кого небольшие деньги? У кого небольшие деньги, конечно, я думаю, необходимо сделать какие-то просто запасы продовольствия. Запасы продовольствия. Может быть, заткнуть какие-то дыры, там, части каких-то товаров широкого потребления. Ну, многие люди, там, копили, там, на автомобиль, на холодильник, там, я не знаю, на какую-то бытовую технику. Вот. Короче говоря, надо сесть, подумать, какие дыры у меня не закрыты. Понятно. Ну, автомобили в нынешних условиях, это, пожалуй, самое неразумное, потому что техобслуживание, импортные запчасти при дорожающем долларе, это, мягко говоря, обременение серьезное. Согласен. А что с кредитами? Брать, не брать кредиты? Ой, ни в коем случае. Ни в коем случае. Что-то у меня в последнее время столько всяких встреч, люди подходят, рассказывают свои истории. Вот. Ну, и все истории очень похожи. Все истории очень похожи. И вот я в отпуске, у меня короткий был отпуск, но, тем не менее, я успел прочитать книгу Василия Кокрева «Экономические провалы». Те, кто не слышали этой фамилии, этого имени. Василий Кокрев – это один из таких крупнейших предпринимателей, миллионеров дореволюционного времени. Умер в 1889 году. Между прочим, основатель Волгокамского банка. Банка – это, можно сказать, крупнейший, действительно, русский банк, а не банк с участием иностранного капитала. Я там несколько раз встречаю такое сравнение. Василий Кокрев называет банки мышеловками. Понимаете? Поэтому мышеловки ходить не ставить. Мышеловки, да. Я тоже называл, и я очень порадовался, потому что, если еще... Ну, то есть, в нынешнем кризисе спасение только через реальные активы. Конечно. Продовольствие, золото, земля, вода. И главное – людей. Люди, понимаете? Один не выживет. Не мертвая материя. Один не выживет. Нет. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. То есть, надо организовывать. Если у тебя есть лишняя копейка, не пожалей. Или просто дай, или дай взаймы. Уверяю, что вернется с торицей. Понимаете? Вернется с торицей. Вот это вот ресурс самый ценный. А мы о нем забываем. Ну что ж. Мы о нем забываем. И вообще, я так иногда в шутку говорю, что деньги родились из-за чего? Из-за дефицита человеческих отношений. Из-за дефицита человеческих отношений. Вот посмотрите, в семье что есть товарно-денежные отношения? Нету. А потому что там человеческие отношения. А в более широком социуме они уже исчезают. Они умирают. Так давайте хотя бы выйдем за рамки семьи и создадим такие социумы. Уверяю вас, что такие социумы, они могут прожить, если не без денег, то с гораздо меньшей суммой денег. Ну, я могу говорить, скажем, о так называемых местных, локальных деньгах, деньгах, дейзеля. Это ведь тоже проявление того, что люди как-то разворачиваются друг другу лицом. Понимаете? Ну, то есть главный ресурс преодоления кризиса – это люди. Люди, да, общение, консолидация людей. Ну что ж. Я думаю, что наш канал как раз выполняет эту функцию. Мы даем людям информацию и возможность общаться. Услышать разные точки зрения и увидеть возможное будущее. Я надеюсь, этот выпуск вам понравился. Вы, возможно, нашли какие-то ответы на свои вопросы. Возможно, у вас возникли новые вопросы. Вы можете задавать их в разделе персонального блога Валентина Контасонова на нашем сайте. Итак, оставайтесь с нами. Мы будем держать вас в курсе развивающегося кризиса. До новых встреч. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok